Здравствуйте друзья с вами Феликс и сегодняшний ролик будет по вопросам из чата и думаю что будет полезен не только той девушке женщине которая задавала эти вопросы но и остальным кто посмотрит этот ролик и так вот эти вопросы прямо их штук несколько 5-6 постараемся на них сейчас найти ответ и другим это тоже конечно поможет итак первый вопрос касается перед тем как перейти к самому вопросу опять же вот это у этой женщины не получается не получалось с настройками ebay после всех настроек и так далее теперь давайте посмотрим как настраивать страницу ebay вот это стандартная такая страница которая показывается вот я на одном товаре это делаю вот вешалка да вот еще как каким образом можно изменять вот эти вот показы есть кроме того что вот здесь вот через вот эти чекбоксы есть ролик по нему как здесь вот настраивать можно настраивать и здесь вот под этой вот вкладочкой мы вот во первых можем изменить показ галереи то есть у нас товары будут показываться вот так кому удобнее вот сразу по три товара просматривать на ну так вроде скролить приходится меньше можете сделать вот так дальше вот из этого вот окошечка через эту шестеренку давайте сейчас поставим по старому чтобы было все вот смотрите здесь если посмотрите сейчас картина будет в итоге совсем другая вот через эту вот шестереночку кликаем сюда возможно у вас вот вот эта часть будет серая будет серая потому что в кэше сохранены ваши прежние настройки поиска если будет так кликните вот сюда и все старое уйдет то есть вы получите возможность настраивать по новой по другому вот я просто в живую все это проделываю чтобы было видно самая главная птичка вот она вот это вот что все цены конвертировались в доллары обязательно ее поставьте количество бидов то есть это аукционных ну повышение цен биды это вот когда повышают цену на аукционе это в принципе не нужная информация но можно ее оставить для того чтобы как-то видеть интерес к тому или иному продукту да вот мы смотрим вот если есть биды значит интерес есть если нету так нету это значит по желанию следующее что ну дает определенную информацию сразу страницы картинки то есть без перехода на товар вот стоимость шиппинга я ее ставлю чтобы видеть цену сразу при картинках информация о продавце если до этого у нас там только видно звездочки и все то есть ленточки и все то вот если поставить вот эту галочку в картинках сразу будет отображаться и его отзывы проценты положительные отрицательные вот через это этому здесь можно убрать картинку можно чтобы показать даже картинки можно убрать и после всех нужных вам изменений сохраняйте вот эти изменения и вот здесь уже сразу видно кто продавец какой у него процент положительных отзывов сразу пишется shipping если будет какая-то цена за shipping будет и цена за shipping показывается вот здесь то есть вся нужная информация вот здесь вот на картинках уже на картинках все пишется вот стопроцентный продавец но он из кореи и и так далее то есть все все будет здесь на этой странице что еще может у вас не быть так это shipping сразу по айпи определяется что вы допустим из россии или из украины в данном случае вот переходом вот вниз вот shipping and payments под под продуктом под любым продуктом вне зависимости от него вот здесь вот у вас будет написано или россия и украина или армения или ну другая страна вот здесь вот кликните и выберите соединенные штаты но у меня уже стоит соединенные штаты из суда в бейте любой коды и сохранить то есть shipping у вас будет сразу под по америке вычисляться и еще одно вот вот текст такой текст есть почти под всеми товарами которые не отправляются в аляску там это на гавайи и в эти почтовые ящики вот просто скопируйте вот этот эту часть вот shipping to united states исключая протектораты айпо и fpo ну и по это все относится к этим почтовым ящиком и протектораты это именно те территории можете дописать сюда аляска то есть вот такой вот подходящий коротенький текст он везде есть который индивидуалы вставляют далее покажу куда в описании к продукту и так и так сейчас будем шипить вот этот товар весь процесс с суммами как вычислять сколько стоит за сколько выставлять и так далее будем рассматривать на этом примере но еще раз хочу напомнить что выбираем не столько сам товар сколько продавца обязательно обращаем внимание на качество продавца чтобы он был положительным вот смотрите девяносто девять и девять десятых процента это нормальный продавец можно у него брать не берем у тех у кого нету нормального рейтинга и так вопрос после всех настроек на странице ebay какой товар выбираем любой где больше большое количество продаж стоит 1000 и так далее значит количество продаж на ebay нас интересует постольку поскольку есть очень много товаров которые на ebay продаются тысячами а на амазоне не ни одного то есть покупатель на ebay и на амазоне он совершенно разным нам надо определяться по количеством продаж на амазоне ebay нас еще раз повторю интересует постольку поскольку далее переходим на amazon и подбираем там такой же товар но с большей ценой исключаем товар из prime я исключаю где один продавец значит где один продавец исключать это бизнес этика нельзя ее нарушать человек создал свой листинг сам себя продвинул возможно потратил какие-то средства и тут мы на все хорошее на все готовое заявляемся и тоже хотим с этой позиции торговать это некрасиво за это можно и наказание получить от продавца он вам устроить уже видит что вы только начинающий он может вам такой устроить что вы не выкрутить из в итоге вам заблокируют аккаунт просто не делайте этого за скажу такой случай что одного вот такого подключателя заказали сначала 12 стульев потом отменили человек все-таки совестливый был не дал ему купить вот эти 12 стульев переслать и ему и он бы сделал возврат и он бы выкручивался там целый год с этими две ну он он видит что вы 2 дроп шипер вы ничего не умеете если допустим и у вас аккаунт там ну имя там типа иван селлер или там таня или там ну он просчитывает что вы из россии из украины вообще в английском не не в зуб ногой он такое вам устроит что я говорю вас amazon быстренько закроет вы даже не узнаете с какой стороны ветер дует не делайте это где один продавец не подключайтесь не подключайтесь дальше итак выбрали продавца нормального вот это вот нормальный продавец с которого я буду сейчас делать вот этот вот дропшиппинг данного товара и что мы делаем вот хотим посмотреть какой он есть он на amazon нету копируем название и через контекстное меню переходим на amazon на amazon вот этот amazon вот вот эти товары такие подобные смотрим есть но есть увидели его и и следующий вопрос нужно ли проверять выбранный товар по единорогу не нужно нужно ли конечно нужно если этот товар не продается на амазоне зачем его выставлять конечно нужно для этого и есть вот этот так называемый единорог вот кликаем по нему и смотрим вот с первой позиции вот эта вешалка вот она эта позиция там 12 продавцов можно подключаться продаж 353 продажи на 12 человек нормально дальше смотрим но это уже другая вешалка то есть смотрим там где больше одного продавца другие места даже не заглядывал даже не надо туда засматриваться смотрим это это тоже совсем другое ну чтобы уже ролик дольше не затягивался вот первая позиция подключаемся сюда кликаем прямо в единороге вот сюда попадаем на эту страницу вот уже эта страница самого товара теперь еще очень много вопросов можно или нельзя подключаться к прайм вот прайм вот 12 других продавцов можно подключаться то есть ну человек разрешает он разрешает хоть он и прайм и другим тоже продавать данный продукт можно подключаться можно подключаться вот смотрим сюда следующее что необходимо сделать при переходе вот уже на сам товар это кликнуть колесико колесиком вот по этим 12 другим продавцам и вот нам сейчас откроется общая картина всех этих продавцов он тут будет несколько страниц для чего нам это нужно для того чтобы посмотреть по цене куда мы попадаем то есть давайте я сейчас все тут лишнее по закрываю чтоб шустрее работало да вот вот у нас цена 13 18 13 20 будем считать 13 20 естественно мы на нее будем делать наценку как считается наценка наценка считается таким образом калькулятор следующий ваш необходимый инструмент 13 20 будем округлять наценку делаем ну в пределах там 40 процентов от 40 до 50 эту цену умножаем на 1 и 4 для начала не будем слишком высоко задирать цену получим 18 48 18 48 и для того чтобы узнать сколько у нас останется на руках после удержания амазона еще вот эту цифру умножаем на 0 85 получим 15 70 на руки то есть 13 20 заплатили 15 70 получили 250 с единицей мало значит стираем вот это все обнуляем и опять 13 и 2 13 и 2 умножаем на 1 и 5 то есть так накрутили 50 процентов равняется 19 80 19 80 теперь вот эти 19 80 когда у нас выставлена будет цена 19 80 смотрим вот где это вот здесь в общем списке то есть 19 80 у нас будет вполне себе такая нормальная цена она будет на первой странице стараемся стараемся не уходить чтобы нас не выбило там на пятую шестую странице чтобы были в числе первых по ценам дальше 19 80 это умножаем на 0,85 это уже будет то что мы получим на руки 16 80 16 80 здесь 13 4 доллара с с единицы если так посчитать 4 доллара это приблизительно где-то ну не не 30 где-то 28 процентов на чистой накрутки это нормальная нормальный показатель ну от 20 до 30 процентов с единицы иметь есть продавцы которые которые и на 10 процентов крутятся и нормально они работают на количестве работают внимательно работают чтобы не попадать в минус но на небольшой накрутки на десяти процентах они имеют большого количества продаж здесь уже сам каждый сам для себя решает что ему выгодно как ему выгодно продавать значит еще раз считаем еще раз считаем чтобы уже видеть окончательную цену за которую выставляем умножить на 1,5 19 80 и так определились что мы будем за эту цену продавать 19 80 дальше 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 ну давайте это тоже закроем оно нам не надо дальше уже идем подключаться вот к этому продавцу когда подключаемся к этому продавцу можно через кнопку об этой кнопке все знают как это делается что это дело ну давайте еще раз покажу будем расчеты делать через через вот эту кнопку сейчас будем показывать дальше уже нужно ли проверять нужно обязательно наконец открыли на сайте сами free shipping так насчет этого фри шиппинг вот забудьте вообще про этот фри шиппинг вот очень многие очень многие вот прямо в этот фри шиппинг ну не знаю вот как будто он панацея от всех бед очень много продавцов и праймовских и так далее которые к любому своему товару которые уже там лет по 10-15 торгуют добавляют шиппинг и в цене он отображается оно видно при покупке что вот столько-то за товар а столько за шиппинг ну и что они не продают ничего не надо вот именно вот в этот шиппинг прямо так как мне с ним быть и что мне с ним делать ничего не быть и ничего не делать есть он отображается на индивидуале вот здесь и пусть отображается он вам не мешает он вам не мешает перейдете на профессионал уже делайте без что все было по нулям вот у меня видите по нулям она везде всегда отображается по нулям можно настроить и на каждый товар будет там пять долларов шиппинга это уже от настроек дальше вот в этой вот странице через кнопку что необходимо единицу там количество единиц обязательно здесь опять же вот если вас устраивает вот такая вот цена вот эти 999 тут стоит за эту вешалку но когда покупатель будет покупать к этой 999 прибавится еще и шиппинг и он все это будет видеть так что то что у вас тут сразу стоит шиппинга она ничему не не мешает вот это 999 при покупке за 50 долларов допустим там 10 штук купил он тогда ему бесплатно а если он одну штуку будет покупать ему этот шиппинг прибавится и будет точно тоже как и у вас так дальше цена у нас тут было 19 20 если по 19 80 здесь писываем 19 80 19 и 8 и так если вы теперь опять же к индивидуалам если вы хотите чтоб она вместе с шиппингом держалась на этом уровне то есть еще не добавилась цена то есть вот если индивидуал сейчас кликнет вот сюда здесь у него во первых три кнопки но если он выставит вот так к нему еще прибавится 450 то есть сама цена уже общая цена будет там 25 где-то долларов если вы не хотите вот здесь вот отнимите вот эти 450 то есть поставьте за 1540 там 1530 вот так вот напишите и у вас вот этот вот шиппинг 4 чем-то прибавится сюда итоговой цене то есть цена будет отображаться двумя цифрами но цена расчет будет за одну единицу и тем более у индивидуалов тут три кнопочки одно одна кнопка посмотреть проще про счет расчет чтобы увидеть и там вот такая вот большая вот табличка где написано сколько удерживает amazon сколько чего стоит и сколько вот в итоге вы получите на руки то есть вам то что мы считали индивидуалом все считается если вас устраивает то что вы на руки будете получать тогда уже там сэйв и контейнер тогда уже сохраняете вот и делаете этот листинг стоит цена что на сайте появляется доставка ну по правильно вот появляется доставка вот за это я только что объяснил если вас не устроить не ходе не вам не хочется не устраивает чтобы еще и вот это настолько того было удорожание вот сделайте здесь минус доставку 450 сделайте минус 450 у вас цена итоговая будет та которую вы хотите в листинге мы можем менять цену товара или в листинге это так понял что вот это об этом же что и на сайте в пустом огне ставим цену товара вообще хочу попросить всех как как-то формулируйте вопросы по конкретнее чтобы они были понятны но если это касается вот этого места вот этого места то да вот видите вы можете менять ее как хотите на насколько хотите выходим главное вот чтобы вот здесь вот ставили между долларами и центами точку а не запятую чтоб цена была корректно после запятой это тысячами считается а так вот естественно вот здесь вот все делаете жмете на кнопку просчитать amazon вам прочитывает индивидуалом высчитывает и пишется там если вы обратите внимание там пишется что вы получите на руки вот столько-то не устраивает войдите сюда поменяйте там сделайте там не знаю что хотите сделайте цену которая вас устраивает там 19 там 90 напишите и опять нажмите там по моему средняя кнопка посчитать amazon за вас считает пишет что вы получите устраивает кликайте и в листинг кликайте и в листинг в личном кабинете тоже всегда будет да и в личном кабинете и индивидуалы и профессионалы указывается под ценой цена доставки у всех она указывается у кого она бесплатно у тех нули стоят у кого эти несчастные 450 у них стоит 450 она всегда показывается в кабинетах теперь давайте обратно пойдем есть вопросы по отсутствию кнопки вот когда нету кнопки что делать как выставить листинг когда нету кнопки листинг выставляется через осин осин находится вот он вот здесь вот это осин к у каждого товара он есть кликаем копируем его ну давай сайт ничего не подгрузился записи туго идет скопировали перешли вот сюда в свой уже кабинет где инвентаре кликаем add product попадаем вот на такую страницу попали на такую страницу сюда вставляем осин вставить и ищем этот товар search что-то мне другой вообще попался это до этого у меня был скопирован наверное вот это вешалка и вот наша кнопка кликаем по ней вот кликнули по ней и у нас просто чуть другая страница листинга открывается все теперь здесь вписываете свой ск у какой хотите допустим ну это я уже так пишу то что обязательное поле чтобы легко было его находить здесь количество вот видите оно все красным здесь количество здесь состояние здесь вашу цену он остальные пары поля не обязательно и когда я бы я заполнил допустим вот здесь все там единицу condition новая моя цена не хочу самую низкую а хочу там вот 19.80 вот 19.80 19.19.99 ну давайте тогда уже и эту как-то напишу ск у нормально ну пусть будет веш вешалка тире 02 то есть свой ск у поставим все нормально и save and finish тот же самый товар мы выставили через осин допустим у нас не было вот этой кнопки выставили через осин ну вот и весь процесс выставления товара через это уже через осин когда нету кнопки все и теперь доп вот можно ли менять цену в личном кабинете конечно можно без этого это живая работа вот во первых смотрите вот здесь у меня видите нули у вас всегда здесь будет 4 с чем то это без этого нету ни одного кабинета здесь удержание амазона простой арифметика и вот вы можете вот эти две цифры прибавить но у меня в данном случае ноль там 44 99 отнять 6 75 и узнать сколько получите на руки если вас не устраивает вы можете поменять вот здесь допустим поставить ноль и здесь вот сохранить обязательно сохранить желтую поменять цену потому что товар который вы хотите взять он может поменяться в цене ну это же не мертвое место что вот выставился и все это живая работа тут все время могут меняться цены могут меняться количество можем можно на ноль поставить это все с кабинета делается все это делается с кабинета так через с к ушку посмотрели то есть через осин увидели это все по закрываем сейчас нам не надо и вот хочу такой вот скрин показать вопрос у многих о том как делать так чтобы с ибэя не приходили чеки есть если вы собираетесь у одного продавца с ибэя шипить много товаров тогда есть смысл заранее ему написать что вот я бы хотел несколько ваших товаров продавать конечно же не на ибэе не надо там на амазоне или еще где то просто не на ибэе дать ему понять что вы не конкурент ему на этом сайте на ибэе можем ну можно ли это делать чтобы вы не вкладывали чеки это я повторю еще раз если вы увидели какой-то магазин откуда хотите брать там 20-30 товаров но когда вы покупаете там один потом еще может через недели две еще один товар то этого смысла вот этих писем нету просто вот когда покупаете товар у продавца вот дошли до этой части там шиппинг подправили но не знаю по моему видно пусть побольше будет выставили здесь адрес все у вас с адресом нормально и вот когда вот в ордере в ордере вот есть такая вот строчка add message то есть вместе с ордером отправить сообщение вот кликаете вот сюда вот сюда и внизу такое окошечко открывается и прямо в этом окошке напишите пожалуйста там переведите напишите по русских переводчик переведите на английский коротко напишите пожалуйста не вы не вкладывайте в посылку чек это подарок и все не надо там слишком много писать там и объяснять просто напишите сохраните обязательно это письмо чтобы она была сохранена и после этого вот по этой синей кнопки продолжайте ваш ордер все бы тут ничего сложного нету и если там еще раз говорю если вы увидели продавца у которого много товаров тогда уже договаривайтесь пишите переписывайтесь и постарайтесь там найти с ним общий язык и еще одно хочу показать особенно по ebay у ребята и девчата ну как вам сказать по ebay у столько информации в этом в интернете что но не ленитесь вот смотрите вот в браузере не надо ничего там сверх какого-то делать вот я напишу вот просто как и и ebay видите да как ebay даже клавиатуру на русле на английский не перевел вот как сделать то то или иное на ebay и вам столько выдаст информации ну ладно я там еще согласен по амазону и и очень мало но по ebay у как оплатить как покупку как связаться с продавцом покупки все подряд все подряд вам объяснится и в текстах и видео вот но их тут тонны материала по ebay 10 страниц и еще больше только роликов по ebay вообще не должно никаких вопросов возникать то же самое можете там написать amazon и как работает amazon как здесь сделать amazon к но это другая просто как amazon вот по amazon информация тоже ее немало правда она тут в основном по инфини но и ее немало можете текстами все это видеть ну не надо даже нет смысла вот что-то как-то как или что или там вопрос писать просто вот два слова как amazon как ebay как не знаю там волмарт если если есть что-то она вам выдастся выдачи вы это увидите и читайте узнавать несколько раз говорю по ebay ну это просто тут море информации море как хотите набирайте как и бей как вот по-русски по-русски вот это слово меня убивает ну пожалуйста все тут обо всем тут есть как поменять язык ну ну все есть как связаться вон как оплатить как выиграть пример покупки все тут есть не ленитесь ищите находите продвигайтесь продвигайтесь на этом все всем удачи всем пока с вами был феликс